дорогие друзья мы с вами находимся в импровизированной фотолаборатории которую мы смогли соорудить только в бане это единственное помещение которое у нас оказалось без окон без дверей как и обещали сейчас покажем вам увлекательнейший процесс как напечатать фотографии черно-белые из черно-белого негатива вот у нас здесь советский фотоувеличитель потом когда мы включим свет я вам покажу все оборудование а сейчас непосредственно приступим к процессу а мы уже включили красный свет с тем чтобы не засветить нашу фотобумагу и при этом освещение и уже можно будет доставать из пакета вести для вас мастер-класс будет полный холч маркин сказать что я начал печатать фотография в начале 50-х это был 51 или 52 год мы жили в коммунальной квартире и импровизированная лаборатория у нас находилась в самом центре нашего длинного коридора в котором были три комнаты и один из наших соседей дядя юра он был большим любителем составлять каждый день новый состав проявителя новый состав эксажа и это мы все экспериментировали и этим водолюбительством он заразил всю квартиру и все начали заниматься фотографией и при примкнул к этому коллективу и маленький павлик маркин и вот с тех пор с 51 52 года я печатал фотографии примерно до 97 может быть 98 года потому что потом появилась цифровая камера и этот процесс отпал но я вам могу сказать что вот это таинство это тайна печати проявки пленки печати фотографий это особое волшебство если вы на него подсядете то это серьезно и надолго я хочу сказать что очень многие выпускники нашего факультета приходят к черно-белой фотографии потому что это особый секрет который если ты вник в него и у тебя получается то это на века вот никита инванте в сереже чербаков самые известные наши кудесники черно-белой и ручной печати и поэтому вот если вы не верите мне обратитесь к ним и вы можете найти и того и другого в любой социальной сети в контакте и фейсбуке и поэтому я вам сейчас немножко покажу я очень давно не печатал поэтому мне пришлось вот оборудовать с помощью моей дочери дегана факультета которым я руководил 37 лет а вот уже второй год антонина павловна руководить этим факультетом она решила провести вот такое занятие в импровизированной фотолаборатории но сегодня довольно сложно организовать такую лабораторию потому что это накладные по деньгам потому что если раньше проявитель например можно было купить за 11 17 копеек то сегодня здесь можно купить как минимум за тысячу поэтому если самому составлять это другой вопрос но вот если вы можете разбираетесь в химии то составить любой проявитель любой фиксаж и для пленки и для бумаги довольно просто если следовать точной инструкции у нас были такие кудесники когда я работал на фонтанке 59 находились все ленинградские газеты например васильевич логинов известный фотокорреспондент газета ленинградская правда который составлял проявитель на глазок он вот брал горсть например сульфита добавлял пиаску метола пиаску гидрохинона что такое пиаска это то что можно взять тремя пальчиками из баночки химикатов и вот кадры он и печатал и проявлял пленки фантастически хорошо и умные вот мы в основном пользовались проявителем юрий николая чищенникова этого мы брали три трехлитровые банки в одну банку мы сначала насыпали над наливали воды которую хорошо отстаивали а лучше сегодня цилированная вода если она была в ту пору но из из водопроводной крана тоже хорошо текла вода но мы ставили фильтры специальные из капронного чулка и кусок ваты чтобы не попадалось и ржавчина потому что основной бич тогда в ту пору водопровода была ржавчина которая была на внутренних стенках труб так вот в эту в одну банку он клал одну крышечку проявители тогда продавались в пластмассовых стаканчиках диаметр этой крышечки был 3 сантиметра и высота была 12 миллиметров вот полностью насыпал туда сульфита высыпал в эту подогретую чуть-чуть много градусов двадцать пять тридцать примерно тщательно размешивал пока все все не растворится потом такую же баночку он крал ложил туда метола еще баночку все размешивал конечно тщательно опять гидрохинона такую же баночку и еще две крышечки сульфитов после этого как он говорил пяску бромистого калия это противоуалирующее средство которое он клал в самом конце и это был проявитель для бумаги очень отлично работала вторая банка была для фиксажа которая составлялся очень просто там примерно грамм 120 150 гипосульфита грамм 50 60 сульфита и ложка уксусной кислоты вот это было отличный фиксаж и так мы работали вот такими растворами и они нас никогда не подводили вот дочка приобрела фирменные проявители я уже не скрою попробовал потому что вот на новом оборудование хотя оборудование вот этот увеличитель который вам дочка покажет я с ним ездил в семьдесят восьмом году на 18 съезд комсомола от газеты смена каждый день я снимал с утра до вечера потом вечером приходил в гостиницу и в ванной комнате печатал фотографии которые вечерним поездом отправлял москву чтобы через день они появились газете смена и каждый день это было колоссальная творческая работа и вот этот увеличитель которые можно было сложить вот этот увеличитель легко складывается в тот чемоданчик который представляет здесь основание этого увеличителя и вместо он занимал совсем немного но кроме этого для лаборатории кроме увеличителя нужно как минимум три ванночки одна ванночка для проявителя одна ванночка для воды она стоит следующая и последняя ванночка закрепителем с фиксаж до закрепителя это фиксаж причем обязательно надо пользоваться пинцетами причем пинцета желательно иметь два один пинцет для проявителя и второй пинцет для фиксажа и никоем случае не переносить из проявителя раствор с помощью очередной фотографии которые вы печатаете фиксаж потому что фиксаж быстро придет в негодность и последний после того как минут 15 лучше 20 фиксажа ваша фотография подверглись закреплению изображения надо опусти переместить эти фотографии четвертую ванночку которую можно уже на свету и в проточной воде тщательно промыть мы промывали минут 15 20 в проточной воде чтобы со временем вот если вы видите старые фотографии своем семейном альбоме и они имеют желтые пятна это говорит о том что фотография была плохо отфиксирована очень часто фотолюбители торопятся побыстрее достать и высушить или от глинцевать и вставить семейный альбом через некоторое время они начинают желтеть видимо встречали ли она полностью желтеет или пятнами если фотография хорошо отфиксирована и тщательно промыта как минимум 20 минут проточной воде она хранится как показывает практика и 150 и 200 лет и не меняется в его свет но говорить можно бесконечно я вам хочу сказать что очень важно конечно сегодня на какой пленке вы работаете потому что то что мы в те годы работали эта пленка была советская надежная и например мне приносили 70 метров и 70 метров я получал в в смене каждый месяц на этого мне катастрофически не хватало потому что каждый день я снимал как минимум 10 а то и 12 15 пленок если особенно какие-то спортивные соревнования очень часто приходил на какой-то маль зенита снимал там 5 7 10 пленок и когда проявлял то оказывал что среди этих пленок вот кадры которые можно напечатать их оказывал совсем немного бывало три в лучшем случае 5-6 кадров все остальное шло в брак потому что снять спорт это архи сложно потому что если вы нажали спусковую кнопочку фотоаппарата в тот момент когда футболист бьет по мячу то как правило этого мяча в кадре уже не будет этот момент надо предчувствовать это я называю это предчувствие кадры если вы обладаете вот этим искусством а тренироваться лучше всего это на спортивных соревнованиях любые игры с мячом и футбол и волейбол и баскетбол и большой теннис и маленький теннис если вы научитесь что в каждом кадре у вас в вашем отснятом кадре будет мяч то вы на коне по конечно вы скажете а я поставлю сегодня на серийную съемку нажму там 75 76 кадров в секунду у меня без не вы знаете я как-то поспорил со своими студентами когда я говорил что я вот снимаю выстрел полуденной пушки одним кадром попробуйте снять и один студент из группы а было в группе 30 человек только один студент принес кадр в котором действительно был виден выстрел пушки я говорю как вы снимали а я поставил серийную съемку 65 кадров в секунду конечно и 65 кадров мы не могли раньше позволить себе поэтому я вот этому научился и это очень помогает когда вы предчувствуйте любую эмоцию которая может возникнуть вашем фото героя который вы снимаете а вы это предчувствие вот предчувствие праздника очень важно в нашей работе и так начнем печатать я выбрал сегодня для того чтобы печатать и свои неготеки которая очень богатая вы представляете сколько лет я снимаю это вот как бы было чтобы видно но здесь не видно к сожалению да антонина павловна чуть позже покажет это конверт на котором алексей кострома и всем известный актер во время презентации выставки петропавловской крепости стоит с верблюдом но подробности этого события не буду рассказывать просто мы попробуем напечатать один негатив но негатива у меня хранятся в сливинге что такое сливинг это прозрачная пленочка в которой в которой лежат отснятые негативы вот негатив который посередине у меня вынут и он уже вставлен в рамку фотоувеличителя в рамку фотоувеличителя вы вставляете негатив очень аккуратненько чтобы не поцарапать не нанести ранение эмульсии вниз вы ставите этот кадр смотрите на просвет выравниваете как вам необходимо потому что в прижимаете и вставляете в увеличитель ну как правило я печатал с пленки несколько кадров вкладывал и в конверт и в конверте их можно было посмотреть вот они здесь лежат и контактные отпечатки и кадры которые мне понравились которые отпечатал и положил тоже в конверт потому что когда вам найти надо какой-то кадр так гораздо проще найти и снаружи на конверте написано кто на снимке что за приз это происходит и дата съемки но сегодня это все гораздо проще потому что в цифровой камере это можно все заложить если вы конечно прочитали инструкцию потому все очень многие фото фото любители начинают снимать нить прочитав ни строчки из инструкции своего фотоаппарата и вот такие люди попадаются которые например купили фотоаппарат в комиссионке или взяли у кого-то из своих друзей купили приятелей и не обращая внимания ни на какие настройки начинает снова снимать он приносит пан михалыч вот я сделал шикарный кадр и открывая свойства файла и вижу что там фамилия и имя а стоит автора совсем другое гуру это не ваш фотографии вы своровали эту фотографию как я своровал это я снимал игру посмотрите свойствах файла написано имя иван иванов а вы андрей андреев ну как же так ой простите пожалуйста пал михалыч я купил это в с рук у моего приятеля и я не знал что это все надо поменять поэтому любую камеру которые приобретаете то ли в магазине то ли с рук то ли в комиссионном магазине обязательно в настройках поставки измените так как странно сказано в инструкции кто владелец камеры тот и снимает павел маркин значит там будет стоять на каждой фотографии что это снял павел маркин там же надо проверить точное время выставить время и координаты которые вы снимаете поэтому у вас никогда не возникнет проблем где когда и что снято но сегодняшние камеры позволяет даже наговорить то что у вас то снятые это будет записано и в свойствах файла это тоже можно будет прочитать но об этом мы как-нибудь поговорим в другой раз потому что я вам обещал показать как печатать фотографии вы ставили негатив кадровальную рамку в рамку а внизу у вас лежит лежит на столе кадровальная рамка куда которая приспособлен для того чтобы сюда положить лист фотобумаги я открываю пачку фотобумаги еще раз обращаем ваше внимание только в темноте только приглашаем сети никаких других цветов и особенно обратите внимание на современные лампы энергосберегающие потому что как оказалось вот . говорит я покупил эти шикарные лампы они дают подсветку то есть все фотографии они подсвечивают поэтому приходится пользоваться специальными фотографическими лампами или лампами старыми советскими вот мы нашли на даче старые советские плен лампочки которые мы вставили которыми пользуемся ну вот кадровальная рамка тут можно регулировать размер вашего отпечатка с рамочкой печатать какой с тоненькой с большой можно проверить посмотреть вот это размер этого будущего отпечатка теперь я включаю открываю закрывая объектив красным стеклом вот это стекло красное закрывает поток света который из объектива и строю кадр строю кадр на рабочем столе до того как положить фотобумагу надо обязательно навести на резкость вы открываете убираете фотобумагу обязательно наводите на резкость проверяете все ли у вас резко все ли правильно нет ли по какой-нибудь пыли грязи потому что например на стекло можем может попасть какая-то пылинка если вы пользуетесь например старым увеличителем там кусочек какой-нибудь державщины может пока стоит у вас лаборатория упасть на негатив и на этом негативе будет огромная клякса поэтому надо внимательно посмотреть все ли с вашим негативом порядке негатив можно если он на вас давно лежит протереть специальной замшей чистенькой кусочком замши если там оставили например пятна от ваших жирных пальцев и чего-то еще можно немножко удалить но ничем другим никаким химическим способом не советую делать потому что можно просто использовать теперь закрываете вы объектив красным стеклом вставляя вы кладете лист бумаги тут есть специально в кадровальной рамке упора куда в верхнем левом углу слева и сверху ограничения закрываете рамку и фотографию вас прижата если у вас бумага абсолютно ровная то можно печатать и без кадровальной рамки но чаще всего когда вы достаете бумагу из пачки она немножко вам имеет свойство изгибаться особенно краям поэтому для неопытных можно использовать конечно кадровальную рамку некоторые виртуозы не пользуются кадровальными рамками но для этого специально надо выровнять абсолютно ровно вашу фотобумагу или можно как некоторые скажут а почему не прижать стеклом обычно можно прижать обычным стеклом но вы поверьте что стекло должно быть идеально чистое никаких там поползновений в самом стекле если его сварили плохо или каких-то пыли на грязинок или даже следов пальцев не должно быть можно вот придавить стеклом если у вас нет кадровальной рамки теперь вы засвечиваете экспонируйте ваш кадр раз закрыли я вам советую ставить диафрагму на вашем объективе увеличителя 5 и 6 это самая ходовая как показывает моя многолетняя практика самая рабочая диафрагма хотя здесь можно закрыть его на некоторых объективах есть диафрагма и 16 и 22 на увеличителях но из тех увеличителей которые пользовался очень долго это был лучший увеличитель как я считаю всех времен и народов который назывался сфера но этот увеличитель как место подсказали старшие коллеги с которыми работал на фонтанке 59 находились и ленинградские газеты это был не чисто советский фото величитель поскольку во время войны наши доблестные войны где-то в германии завоевали захватили какой-то заводик на котором производили эти удивительные фото величители если он попадется на глазах в комиссионном магазине или у кого-то знакомых стоит где-то пылится на шкафу или на антресолях то это сказочный увеличитель я очень рад был тому увеличительного когда я закончил заниматься пленочной фотографией перешел на цифру одна из наших студенток обратилась ко мне павел михайлович я веду студию юных фотолюбителей не могли бы вы из своих запасов предложить какой-нибудь увеличитель я этот увеличитель им подарил и видимо они до сих пор им пользуются и не нарадуют потому что мои коллеги у которых ни у одного не было сферы были самые абсолютно разные увеличители и они говорили что павел это сказочный увеличитель потому что он позволял печатать в моей лаборатории которая была полтора квадратных метра я печатал фотографии высоченные 60 на 90 для этого и увеличить это разворачивал наоборот ставил для противовеса там две трехлитровых банки с водой и при печатал прямо на полу эти фотографии 60 на 90 и они потом висели на выстыках значит экспонируем мы уже проэкспонировали проэкспонировали достаем экспонированную фотографию еще которая еще не фотографии не является просто фотобумагой и пинцетиком аккуратненько производим движение чтобы равномерно проходило проявление потому что может увеличить или вас видите вот чуть-чуть стало появляться изображение чуть-чуть стало появляться и рамочку видно беленькую которая не была проэкспонирована но для того чтобы правильно проэкспонировать это надо сделать несколько отпечатков затем следующий кадр следующий процесс вы опускаете воду в ванночку с водой промываете несколько секунд и опускаете в ванночку с фиксажем другим пинцетом другим пинцетом да этот если вы задели случайно то обязательно его смыть и положить около проявителя а вот здесь вы смотрите уже другим пинцетиком и вот в этом растворе в этом фиксаже филография должна полежать как минимум как минимум 15-20 минут я уже говорил что после того как она вот отлежалась фиксажей и надо тщательно промыть тогда никаких пять не будет но вот эта фотография считаю немножко переэкспонирована поэтому за этими разговорами которые мешают немножко в работе и надо было экспонировать эту фотографию чуть-чуть поменьше но вот здесь еще конечно все зависит от лампочек потому что все сегодняшние современные лампочки найти для увеличителя довольно сложно и я вам советую если пойти к бабушке может быть где-то завалялись хорошие советские лампочки матовые вот те лампочки 150 100 100 150 ватт они очень подходили если на них не было изображение на передней части колбы вот на верхушке на макушке потому что они очень мешали эти изображения и вот весь процесс довольно простой и ничего не предоставляет просто вот самое главное это не засветить бумагу потому что вы закончили печатать вы обязательно тщательно закрываете конверт вкладываете бумажный конверт и закрываете и лучше всего спрятать в стол или вот положить просто под рамку и все будет у вас нормально все в порядке если есть какие-то вопросы то пожалуйста присылайте мне на почту павел нижнее подчеркивание маркин собака mail.ru я вам отвечу с удовольствием можете найти через антонину полную которая вам подскажет все мои контакты и как где и как меня найти я если в контакте и фейсбуке без труда вы сможете меня там найти спросить любой вопрос значит теперь мы можем наверное включить свет потому что изображение наше фиксаже мы повернули лицом вниз с тем чтобы ни в коем случае с ним еще ничего не случилось пока она фиксируется но это дает фиксаж должен бы я говорю как минимум минуток 15 чтобы не было потом можно конечно и побыстрее посмотреть но вот рекомендую вот это немножко переэкспонировано и чем мне не нравится этот фирменный проявитель он немножко вялый я бы пожелал иметь более контрастный проявитель и это когда я сам составлял я знал чего-то у меня не хватает и я добавлял вот чтобы не было вали например замечательно такое есть химикат который называется бензотреозолом которого как как рассказал в этом проявители василича логинова была песка то есть то что вот это берешь тремя пальчиками и кладаешь кладешь трех литровую баночку переверните пожалуйста изображение изображение вниз бумагу мы убрали я думаю мы можем открыть дверь с тем чтобы я показал ребятам что из себя представляет увеличитель которым мы пользовались ну и основные моменты которых не видно к сожалению в темноте вот кадрировальная рамка вот такой у нас увеличитель упа 5м под ним находится вот чемоданчик в котором полностью уменьшается его можно носить с собой естественно без кадрировальной рамки да мы обещали показать вам что мы печатаем вот здесь написано медьки 1995 год черное золото россии выставка в петропавловской крепости юбилею кино белое солнце пустыни алексей кострома вот алексей кострома стоит вот тот самый кадр который мы пытались напечатать но вот здесь он напечатан гораздо лучше потому что родная бумага родной проявитель родная лаборатория все это играет роли и я вам говорил что вот негативы лежат в сливинге сливинг можно купить но я вам советую как показал опыт лучше всего негативы заворачивать или в кальку или в пергамент потому что вот то что может нанести какие повреждения сливинг об этом разговор особый а вот то что калька и пергамент это все гораздо лучше так но и быстренько покажу вам вот соответственно здесь у нас проявитель с пинцетом здесь у нас ванночка для промывки с обычной водой здесь у нас фиксаж соответственно с другим пинцетом изображением и на всякий случай лицом вниз опустились тем чтобы сейчас она не могла засветиться она не до нового андро данная лава тогда вялая так и из того чем мы пользовались относительно химии значит так друзья мои вот такой у нас проявитель кому интересно его нужно разбавлять это концентрат и вот такой фиксаж его тоже нужно разбавлять это концентрат проявитель подходит как для бумаги так и для проявки фотопленки но у нас собственно негативы все были готовы естественно речь здесь идет только о черно-белой фотографии потому что и красный свет в частности он относится к черно-белой фотографии для цветной фотографии применяется раньше война полных вот если появятся какие-то вопросы в комментариях посту их тоже можно задать либо написать пол михалычу либо нам пишите мы всегда с удовольствием постараемся подсказать и помочь собственно чем сможем